Доброе утро, друзья! Как ваше настроение? Вы готовы к тому, что сегодня концерт скрипки Страдивари? Вы готовы ехать вместе с творческой командой Тумбо Морриса на выступление группы Айова? Вы готовы сегодня сиять хорошим настроением? Если вы не уверены в своих силах, то программа Доброе утро поможет настроиться вам на нужный лад. Ольга Орлова приготовит вкусный и простой завтрак. Маргарита Кадацкая вместе с Егором Гурином будет учиться танцевать танго. С правой. Вот это правая нога? Да, вот это правая нога. А еще к нам в студию придет гость, но это далеко не все, что мы для вас приготовили. Так что давайте преодолевайте лень матушку, сползайте с постели и делайте зарядку вместе со спортивным клубом Манго. Доброе утро, с вами спортивный клуб Манго. Меня зовут Людмила и сегодня мы сделаем тренировку и серию функционального тренинга. Мы начнем с обычных классических выпадов. С правой ноги назад и с левой ноги назад. Старайтесь во время выпадов держать угол колену в 190 градусов. Вес тела старайтесь давить только на пятку и делаем шаг назад. Дальше мы сделаем небольшой вариант. Сделаем шаг назад, колено, выпад, все на место. Выпад, колено, шаг вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шаг. Еще один вариант выпадов и добавляем приседания с поворотом. Возвращаемся обратно. Выпад. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Чтобы немножечко увеличить нагрузку, мы делаем во время приседания касание пола. Раз, коснулись. Два, три, четыре. Старайтесь, когда вы садитесь, опускать плечи максимально вниз. Это тем самым позволит растянуть ягодичные мышцы и больше включить их в работу. Два. И мы попробуем все соединить. Первое у нас было начало – это колено. Левая нога. Раз, два, три. И второй вариант – это приседания с поворотом касания пола. Еще раз, два, три. Последний раз повторимся вместе. Раз, два, три. На место. Шаг, колено и поворот. Выпад, касание. Последний левая. Раз, два, три. Есть. Растянем переднюю поверхность бедра обязательно после выпаду. И также переход на заднюю поверхность. В наклоне. Животом стараемся дотянуться. И может добавить немножко руку потянуться. Тем самым увеличите растяжение. Меняем ноги. Левая. С выдохом пятку прижимаем. Колено смотрит вниз. Выпрямляем. И потянули снова заднюю поверхность бедра. Добавьте руку противоположную. Втянули. И складочки в конце с выдохом. Круглая спина наверх. Сделаем хороший вдох в конце. Выдох. Ну а всем удачного дня. До новых встреч. Увидимся. Пока. До чего же приятно с утра потянуться, зевнуть, делать зарядку и отправиться на кухню поглощать вкусный завтрак. Ну а прежде чем съесть эту вкусность, ее нужно как минимум приготовить. А вам с этим точно не справиться без такой прекрасной сковородки. Но для того, чтобы ее получить, вам нужно приготовить что-нибудь вкусненькое из списка. Салат, горячий или десерт. И да, обязательно, когда будете готовить, позовите съемочную группу. Мы приедем, все снимем и покажем в эфире доброго утра. Ближе к Новому году повара кафе «Цезарь» торгово-развлекательного центра «Дубрава» повторяют ваши творения. А посетители выберут лучшие. Победителям мы и подарим таких помощниц. Ну а пока на кухню готовить завтрак вместе с Ольгой Орловой. Доброе утро, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить курицу в медово-лимонном маринаде. Для курицы в медово-лимонном маринаде нам потребуется 1 кг куриного филе или окорочков, 1 столовая ложка меда, сок половины лимона, 1,5 чайные ложки соли, перец. Готовим! Филе нарезаем тонкими пластинами. Для маринада смешиваем мед, лимонный сок, соль и перец. Перемешиваем курицу с маринадом и оставляем мариноваться на 2 часа. Итак, ждем как минимум 2 часа и записываем ингредиенты, которые нам сегодня понадобились. Для курицы в медово-лимонном маринаде нам потребуется 1 кг куриного филе или окорочков, 1 столовая ложка меда, сок половины лимона, 1,5 чайные ложки соли, перец. Замаринованную курицу запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов около 20 минут. На дно духовки желательно поставить широкую емкость с кипятком. Вот такая румяная, ароматная курочка у нас должна получиться. Ее рецепт ищите на сайте trkz.ru на страничке программы Доброе утро заречное в рубрике Завтракаем вместе. Приятного аппетита! У меня для вас отличная новость! Вот эти два билета на концерт группы Айова сегодня достанутся кому-то абсолютно бесплатно. Вчера мы задавали вопрос, сколько в группе участников? Правильный ответ – 3 человека. Нам дозвонились и правильно ответили пять представительниц прекрасного пола. И сейчас своей счастливой рукой я решу, кому достанется эта пара пригласительных. Итак, это будет номер 4. Ольга Давыдова. Приходите и забирайте на вахте телерадиокомпании. А остальные не расстраивайтесь и не переживайте. Сейчас у вас будет еще одна возможность получить билеты. Первые два человека, которые дозвонятся нам сегодня по телефону 60-67-74 и ответят правильно на вопрос, тоже получат по паре билетов. А вопрос такой – в каком году образовалась группа Айова? Ваши звонки мы принимаем сегодня с 9.30 до 10 утра. А пока внимание на экран. Маргарита Кадацкая осваивает танец страсти. Доброе утро, дорогие друзья! Самое время в холодный зимний день научиться танцевать жаркие латиноамериканские танцы. Сегодня – страстная танго. Начинаем с того, что танго – это танец, в котором есть медленные и быстрые шаги. То есть, когда я вам буду считать ритм, я буду вам говорить то быстро, то медленно, какие шаги мы делаем. Во-вторых, стоим в паре. Следующим образом – правую руку партнер кладет на лопаточку партнерши. Левую руку подает вот таким образом. Так как партнер держит партнершу довольно близко, чтобы не было вот этого торчащего локтя, кладем партнеру руку на шею. Вот в такой позиции мы начинаем танцевать. Чудесно! Партнер начинает шагать с левой ноги. И, соответственно, партнерша начинает шагать с правой. Идем мы следующим образом. С левой ноги делаем шаг вперед. Делай шаг назад. Раз. В сторону. Два. И ножки приставили. Три. А теперь партнер идет с правой ноги назад, а партнерша с левой вперед. Быстро. В сторону. Быстро. Медленно. Следующая фигура называется открытый левый поворот. С левой ноги делаем шаг вперед. Делай. В сторону. И назад. Да. Следующие. Продолжаем поворачиваться шаги. С правой назад. В сторону. И в диагональ вперед. Теперь партнерша. Начинаем с правой ноги назад. С правой. Вот это правая нога. Да. Вот это правая нога. Начинаем шагать назад. Назад. В сторону. Вперед. Отлично. Вперед. С левой ноги. Вперед. В сторону. Назад. Быстро. Быстро. Медленно. Быстро. Быстро. Медленно. Поворачиваемся. Быстро. Быстро. Медленно. Быстро. Быстро. Медленно. Да, пришел ты на правую ногу, переходишь назад, раз, поворачиваешь корпус, два, переходишь вперед, три, ставишь ногу в звено, так называемое У тебя правая нога впереди, партнер двигается назад, ты вместе с ним шагаешь вперед, дальше партнер разворачивает руки Ты делаешь поворот, да, шагаешь вместе с партнером вперед и делаешь фигуру под названием звено Шаг, разворот, да, 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 шаг, звено и вперед, вперед, закрывай дорогу, оп, да, да И теперь делаем вот что, сначала приседаем лицом друг к другу С какой ноги? На правой стоим, левую выносим в сторону Раз, два, три, четыре, шагаем А, вместе со мной Еще раз не делал? Пять, шесть, семь, восемь Итак, собираем все вместе, все элементы танцуем подряд, поехали Слава любви вы говорили мне в городе каменном А фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман Любить я раньше не умела так Дорогие друзья, танцуйте с нами, танцуйте лучше нас В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан Доброе утро, друзья, еще раз не секрет, что сегодня во Дворце культуры «Современник» в шесть часов состоится замечательный концерт «Голос скрипки Страдивари», где будет играть замечательный артист Гайка Казазян Будет играть на легендарной скрипке, а именно это скрипка Страдивари И сегодня я хочу вам представить нашего гостя, это Марина Вахурина, преподаватель детской школы искусств по классу скрипки Доброе утро, Марина Здравствуйте Расскажите, пожалуйста, чем особенно вот эта скрипка? Вообще имя Антонио Страдивари окутано большим количеством тайн Даже небольшим, а огромным количеством тайн Не секрет, что это был гений, родился в 1644 году Учился с 13-летнего возраста у Никола Амати Пройдя там огромную школу, в течение 10 лет он учился И только в 23 года он создал свою первую скрипку И имел право подписаться, что это скрипка Антонио Страдивариус Он подписывал на латинский манер А самые его лучшие инструменты были созданы практически почти в 60-летнем возрасте То есть он учился всю свою жизнь Пытались говорить, что это секрет лака, который он унес с собой в могилу Это секрет настройки дек Дерево особых пород деревьев А из каких материалов скрипка делается? Скрипка делается верхняя дека из ели, а нижняя дека из клена Якобы в то время, где-то в середине 16 века, похолодало в Европе И вот эти деревья начали приспосабливаться И русские ели, они начали приспосабливаться к этому похолоданию Древесина их уплотнилась Естественно, после этого уплотнения еще эти деревья потом спиливались То есть там целая сложная система Берется не все дерево, а только у комля И распил дерево производится определенным образом Валить деревья просто так нельзя Они выбирались, что фронталмастер простукивал там это дерево Как оно звучит То есть Сардивари, кроме того, еще обладал необыкновенным слухом тембровым Он искал звук мощный, красивый, яркий, благородный тон у нее То есть она, ну как-никак, вот именно не орет, не кричит Но наполняет огромные залы своим звуком И одновременно в ней невероятное богатство вот этих переливов тембровых Пытались разбирать даже скрипки Сардивари, это варварским образом Ну может быть какие-то были разрушены уже И мастера буквально до миллиметра все это вычислили Что там, как у него, что там в скрипке Сардивари внутри происходит по этим, по размерам Но тем не менее повторить не удалось Он их создал в течение своей огромной жизни Он прожил 93 года и работал с утра до ночи Невероятный был работоспособный человек Вот, и в две с половиной тысячи инструментов Известно, что он создал их Вот, из них доподлинно осталось где-то 732 Самое интересное, что каждый из этих скрипок сейчас Как человек имеет свою судьбу Наша скрипка, она вот когда была создана? Имеет ли свою судьбу? Вот насчет создания конкретно я не могу сказать Знаю, что это скрипка из Московского музея уникальных инструментов музыкальных Название у них Генрих Винявский Потому что на нем играл замечательный, великий крепач-виртуоз польского происхождения Право вообще играть на этой скрипке Имеет только человек, который получает премию Первую премию на конкурсе Паганини В московском конкурсе Вот И вот как раз на этой скрипке Под номером 55 Генрих Винявский В свое время играли замечательные скрипачи 20 века И вот Гай Казазян Впервые я его слышала со своими учениками На конкурсе имени Абрама Ильича Емпольского В 1999 году Он тогда являлся еще учеником средней специальной музыкальной школы Почему я тогда обратила на него внимание Потому что скрипачи были очень сильные Меня поразил звук у этого мальчика То есть благородство вот этого тона, красота, тепло Тогда у меня, что думаю, такое В общем-то, молодой еще человек совсем, мальчик И вот запомнилась Кроме того, что это сам по себе исполнитель замечательный Выросший в крупного музыканта Ну и скрипка Страдивари, безусловно Безусловно, это просто, я считаю, что подарок судьбы И подарок нашему городу Дорогие друзья, не пропустите это событие Тем более, что билеты стоят совсем недорого В портер можно купить билет за 200 рублей Это небольшая цена Для скрипки Страдивари Приходите сегодня в ДК «Современник» В 6 часов на концерт «Голос скрипки Страдивари» Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду Температура воздуха днем минус 3, минус 5 Ночью 5-7 градусов ниже нуля Доброе утро еще раз А у нас для вас есть еще пара билетиков Это пригласительный на сольный концерт Образцовой студии хореографии «Эриданс» В эту субботу в 18 часов Во Дворце культуры «Современник» Коллектив представит свою программу Создвездие «Эридан» Чтобы получить пригласительное на это мероприятие Вам нужно дозвониться к нам в редакцию С 9.30 до 10.00 и ответить на вопрос В какой мифологии фигурирует река Эридан? Среди правильно ответивших мы и разыграем эти билеты А пока слушаем гороскоп Овен Посвятите время своему здоровью Или пройдитесь по магазинам Приобретите все мелочи, которые пригодятся в хозяйстве Отношения складываются благоприятно Никаких конфликтов Телец Вы почувствуете себя как никогда гармонично У вас все получится и настроение будет отличное Звезды советуют вам сделать акцент на достижении своих целей Близнецы День будет насыщенным Вам придется усердно потрудиться Есть вероятность, что вас ждут большие перемены Не только в личной жизни, но и в профессиональной сфере Рак Не стоит браться за новые дела Попытайтесь решить текущие проблемы Не отказывайте, если у вас попросят помощи Вам это будет совсем не трудно, а человеку приятно Лев Не перетруждайтесь Возможны проблемы на работе Но шанс все исправить у вас есть Посоветуйтесь с коллегами, как вам лучше поступить Услышите много дельных советов Дева Проявите максимум терпения и усидчивости Не обращайте внимания на реплики в вашу сторону У вас достаточно хороший день Все у вас будет идти как по маслу Весы Вы заметите даже мелкие проступки вашего партнера Мизерные недостатки его характера Если человек вам дорог, придержите свой нрав Любой конфликт можно сгладить спокойным разговором Скорпион Все дела лучше решить до обеда У вас будет достаточно сил и активности Не оставляйте дела незавершенными и не бросайте их на полпути Потом желание их доделывать у вас точно не будет Стрелец Не брезгуйте сегодня никакой работой Из мелочей состоит успех Все зависит только от вас Поэтому если будете действовать грамотно и по плану, ваши ожидания оправдаются Козирог Своё мнение придётся держать при себе Никто не послушает и не попытается понять Лучшего общения Контактируйте с соперниками Удача в спорах будет явно не на вашей стороне Водолей Внимательность, собранность и пунктуальность Позволят вам избежать неожиданных проблем Дела будут даваться с трудом Поэтому по возможности отложите всё на другой день Рыбы День зависит только от вас Чтобы дела увенчались успехом Потребуется максимум выдержки, терпения и работоспособности День подходит и для дел, до которых не доходили руки Дорогие телезрители Если вы хотите сделать приятное своим друзьям, знакомым или близким Поздравить их по телевизору То следующая информация для вас В 6.50, 7.50 и 8.50 Дмитрий Полясников передаёт ваши пожелания в эфире программы «Поздравляем» Чтобы оставить заявку на поздравление, достаточно позвонить по телефону 60-67-74 Или написать на электронный адрес Утро-собака-тркз.ру Или найти на сайте trkz.ru Вкладку «Поздравляем» и написать туда А на следующей неделе вы ещё и в прямой эфир сможете дозвониться Вот сколько у вас есть способов Выбирайте, какой вам удобнее А пока Александр Заикин рассказывает о своей картине «12 апостолов» Апостолов – это мой любимчик Самый настоящий любимчик Он действительно красивый Первым командиром «12 апостолов», когда вы только построили Был назначен капитан первого ранга Корнилов Будущий герой обороны Севастополя Нахимов Корнилов И вот когда он принимал корабль, осмотрел И знаменитые его слова были Так хорош, как нельзя лучше Вот если о 12 апостолах Цифровой сэмплер Систрум Клавикорд Казу Представьте себе, всё это музыкальные инструменты Да-да, они не такие распространённые, как гитара, барабаны или скрипка Хотя что обычный человек, не имеющий никакого отношения к музыке, может знать, скажем, о скрипке Ну, совсем немного Но мы это быстро исправим Открывайте тетради Записываем тему сегодняшнего урока Что такое скрипка А лекцию ведут дети Это музыкальный инструмент Там палочка Вот так её делаешь Надо к шее подсоединять И надо с палочкой двигать Скрипка Это с такой палочкой Разсоединяешь к шее И вот так возишь Да, палочка 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 И вот так играют И как играют Гитара Есть там А с чего её делают? Из деревьев Из дерева Из коры По форме похоже к рублюшок Вот так вот И вот так вот надо Только ещё вот так вот сделать Надо учиться Потому что Когда можешь играть Ты можешь скрипка За скрипке Надо знать Как Надо знать Как Надо знать Всякие верёвочки Методы верёвочки Ну, про меня тоже надо Знать всякие там Какие-то Ну, какие-то Как-то уж Кнопки Чтобы На них играть Всякие Какие-то Чтобы А если они будут шуметь То какую-то Ну, не знаю Что сработает Вот у меня дома Есть музыкальные инструменты Барабан Дудочка там Ещё есть Бубен Я хочу научиться на скрипке Ты прям тоже на скрипке хочешь? Я думаю Ты тоже на скрипке хочешь? А может на фортепиано Или гитара Или барабан Нет Это всё для мальчишек Как я думаю Я хочу Я хочу Когда вырастить Вот Поехали Немного хочу Поветить Стать учёным Хочу Собак лечить Шеводом Хочу стать Певицей И ещё Хочу В цирке Вот там По канату Вот так ходить И ещё Я хочу На прянине Играть Сегодня четверг 11 декабря В этот день Родилось много Выдающихся людей Гектор Берлиос Георгий Плеханов Жан Море Александр Солженицын И возможно Кто-то из ваших друзей И родственников Сегодня после выпуска Утренних новостей Смотрите программу Поздравляем Где Дмитрий Балясников Будет передавать Ваши самые тёплые пожелания Дорогим и близким людям Не пропустите А я хочу пожелать вам Доброго утра И хорошего дня